Узнавай о роликах и онлайн-трансляциях раньше всех. Присоединяйся к нашему комьюнити в телеграм-канале. Не знаешь с кем поиграть и хочешь найти приятного тиммейта? Наш дискорд сервер всегда открыт для тебя. Спасибо ребятам, которые поддержали выход ролика и оформили подписку на бусти. Приветствую тебя, дружище, ты на канале Амургим. Это третья часть про ролики и ивента Хэллоуин в Таркове. Первая часть у нас была это общий обзор, потом я тебе рассказал о аэродропе, который находится на заводе, о нем мы поговорим в конце ролика, потому что основная суть ролика немножко не об этом. Потому что многие пишут, йоу, аэродроп пропал, что произошло, ролик что ли фейк и так далее. Мы это обсудим с тобой в конце. Мы поговорим с тобой о том самом снаряде, о котором указывалось в письме, который вроде как спавнится на Тагиле, в чем его собственно функционал, что это за снаряд, что он вызывает и для чего он нужен. Максимально самым простым языком, если ты выстрелишь с этого снаряда, в определенном радиусе все NPC, которые находятся, становятся мирными по отношению к тебе и начинают тебя защищать. Мы пробовали это сделать с обычным диким на старом заправке, после выстрела в небо, кот начинает с тобой дружить, идет за тобой по пятам. Когда мы подошли к общаге, там уже были другие дикие, и они скорее находились уже вне этого радиуса. Какой радиус у этого самого снаряда неизвестно. И вот те дикие, которые были уже на общагах, они относились к нам враждебно. Но соответственно те дикие по нам стреляют. И наш дикий, наш братишка, стал нас защищать. Если ваш тиммейт выстрелит в вас, дикий вас также будет защищать. Если вы сами случайно в него стрельнете, дикий будет стрелять на вас в ответ. Также мы пробовали приручить свиту, свитрюшалы. Да, это работает. Непонятно, то ли из-за скрипта решался свои свиты, не пошли дальше общаг за нами, то ли просто что-то забагалось. Но факт того, что снаряд влияет как на боссов, так и на его свиту. Они становятся к вам дружелюбны. Также мы пробовали на локации завод приручить сектантов. Но обернулся это неуспехом, потому что даже дикие не стали наслушаться. Почему же на локации завод дикие не стали наслушаться? А потому что скорее всего данный снаряд работает как аэрдроп. Ему нужно преодолеть определенную высоту, чтобы он сработал. Соответственно, на заводе нет данной высоты и снаряд попросту не срабатывает. Мы выстрели вверх, но дикие также по нам начали стрелять на заводе. Получается, после выстрела вверх с этого нового снаряда, те NPC, которые находятся в определенной зоне, а именно в зоне рядом с вами, ну, я так понимаю, это примерно 50 метров от зоны выстрела, в момент выстрела. И все NPC, которые находились там, соответственно, становятся вашими друзьями. Единственная механика, которая была нереально затестить, это механика, работает ли это снаряд в пати, то есть если к нам подбегает другой чувак, который не с нами в пати, будет ли дикий к нему так же дружелюбен или нет. Потому что в реалиях того же офлайн сервера это было попросту невозможно. Также мы это не проверили с Тагилой. Тагила же у нас теперь носится по всей локации, и возможно, можно его будет взять в друзья. Что же делать с данным снарядом, спросишь меня наверняка ты. Однозначно использую. Использую в разных ситуациях. Экспериментируй, попробуй приручить Тагилу и отправиться с ним в путешествие по локации таможня. Вообще как-то работать. К тому же продать его нельзя, и смысла его просто так оставить в схроне нет. Использую данный снаряд. Если ты ждал от меня ответа касательно того аирдропа, который находится на заводе, если ты не в курсе о чем я, посмотри вот этот вот ролик. Так вот, возможно, либо БСГ просто прикрыли эту фичу, мол, что-то как-то слишком много народа лутается, и уже узнали, что там у нас аирдроп. Либо что-то забагалось, и он отключился на время. Либо его уже перенесли. То есть, соответственно, теперь какой-нибудь другой кейс выполняет ту же функцию, и где он находится, и на какой локации неизвестно. Но как только информация станет известна, ты сразу же о ней узнаешь. Получается, вот и все. А я могу уже от тебя отправиться спать. Восьми часов стрим, три ролика, много узнали об Авенте, и чуешь, что еще многое предстоит нам узнать. Не забудь подписаться на канал, чтобы, неважно, где ты там в автобусе едешь, там в такси, всегда сможешь посмотреть ролик и узнать, что же происходит в нашей с тобой любимой игре, в Escape from Tarkov. До новых встреч, увидимся в следующем ролике. Пока.